всем привет меня зовут алена вы на канале козева арты сегодня я буду рисовать динозавра под названием традон это такая птицеобразная птицеобразное существо но не умеющая летать как я поняла высоту он будет 4 квадрата или она как-то затем называть ее она птица а 4 квадрата сверху и 6 квадратов в длину у нее хвост очень длинный поэтому будет достаточно длинная если у нас 55 квадратов тогда каждый квадрат ну по 4 сантиметра будет сначала я отступлю от краев по 4 сантиметра и сверху отступлю тоже сантиметр 4 хватит готова теперь от этой точке начинаю отмерять 6 квадратов по 4 сантиметра 1 2 3 а я сказала же 5 ну 6 их будет с головой вместе 23 еще и еще о как и в высоту это будет 4 квадрата по 4 сантиметра и со дня линии вот такая вот сетка у меня получилось теперь голова будет вот в этой части вот здесь голова будет поэтому вот эти вот мне линии они не нужны я их так подстеру чтобы они меня не смущали не отвлекали не как далее но вот здесь будет голова здесь будет тело соответственно здесь будет хвост вот эти части 3 получается квадрата они мне тоже не нужны я их сотру опять же чтобы не отвлекали мое внимание мне так реально проще как-то не знаю как вы можете не стирать если не хотите и вот эту вот переднюю часть она тоже не нужно будет их я тоже уберу вот эти вот квадратики два штуки все у меня осталось вот в этой части будет голова здесь тело здесь лапы и тут хвост соответственно начну я с прорисовки тело тело будет начинаться вот здесь вот в этом квадрате вот в этой точке а сейчас нарисую сначала тело потом хвост потом лапы вот отсюда можно даже разделить на пополам ну вот этот квадрат вот с этой точке я веду вниз вот сюда то есть получается вот сюда вот такими вот вот такой вот дугой такими движениями вот так а здесь будет лапа здесь будет крыло поэтому вот пока вот так можно линейку соли говоря отложить на не понадобится далее само тело я прорисовываю вот здесь дугу делаю и она уходит вот сюда вот как бы вниз немножечко да здесь будет лапа задняя начинаться здесь будет таз в этой части он будет немножечко выпирать поэтому его можно немножечко выделить а далее пойдет спина она не круглая немножко вот с этой части сразу же можно прорисовать хвост если разделить вот эту линию попал по линию говорю вот эти вот квадратики пополам то хвост будет вдоль центра и вот в этом последнем квадрате он будет распушаться на на эту здесь таки перья короче будут и нижнюю часть также надо прорисовать в этом вот вот здесь вот он будет как бы потоньше а здесь будет потолще так и здесь уходит в хвост такой ну так нарисую просто что перья вот так все вот это будет хвост далее хочу сразу нарисовать лапы почему не иду голове потому что голова это ну сам последняя там в принципе очень много деталей пока хочу нарисовать что-то такое общей массой большое и прорисую заднюю лапу если разделить этот квадрат напополам и вот так напополам то задняя лапа будет начинаться чуть-чуть вот здесь как бы если отступить вот тут здесь будет коленка соединяю далее веду вниз здесь тоже на пополам веду вниз линию так на пересечении получается здесь сюда веду ее она будет немножечко так вот коленка выпирает немножечко вот так вот будет как бы окорочком и уходит вниз здесь будет этот сгиб и отсюда можно сразу лап нарисовать лапа у нее достаточно длинные если по анатомии смотреть да то если вот так вот сделать отмерить здесь здесь и вот здесь они должны быть одинаковые эти части соответственно я отмерила и поняла что лучше от этой точки вниз провести линию потому что тогда получается она четко ровно так вот эту часть дорисовать она идет вот сюда то есть если линию провести вот так идет вот сюда пляшечка птички здесь такой как бы заворот небольшой и тоже идет такая курочка теперь вытягиваю линию и рисую вниз вот так здесь будет немножечко круглая такая штука и вот эта часть будет как бы ровнее что ли стоять я ее слишком получается нарисовала то есть вот так что более устойчивая она была и вторая лапа она будет ну то сзади там порядка практически ее не будет видно но но все равно видно будет набой тут здесь есть такой круглешочек с этой стороны он тоже будет здесь делаю такую линию длинную а а вот здесь можно уже ее сделать как бы такой как сказать под углом короче говоря если здесь они будут вот так здесь можно под углом и соответственно тут будут пальцы здесь немножечко придется постараться чтобы нарисовать эти пальчики да опять же эти пальцы ну где-то где-то вот здесь и не будут и плюс еще у него здесь еще такой палец который торчит но соответственно здесь тоже пока рисовать не буду мелочи такие нарисую крыло крыло будет начинаться вот отсюда здесь будет плечо далее уходит вниз отсюда на если раздеть напополам то уходит нотк этой вот линии получается хочу еще сразу нарисовать друг с другой стороны как бы сверху до чтобы она выглядела уже более-менее таким собранным рисую вот такую дугу и виду вниз линию здесь будет складка и также вниз и здесь у нее будут когти птички сами перья они будут вот здесь здесь их прорисовать соответственно перья здесь идут так 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 здесь вот так и вот вниз пошли она будет перья эти будут перекрывать лапу поэтому ничего такого страшного будут все перекрываться и с другой стороны так же можно нарисовать и вторую здесь тоже таки перья и то ли когти то ли что у нее тут тоже пальцы таки есть вот так в целом тема готова осталось только нарисовать голову для головы мне понадобится разделить вот этот квадрат на пополам верхнюю часть также делю на пополам глаз будет находиться вот эту часть еще раз напополам глаз будет находиться вот здесь челюсть начнется с этой точки и продолжится вот здесь будет открытый рот здесь посередине чуть-чуть даже повыше немножечко будет проходить рот открытый и здесь продолжение сюда вот так должно получиться теперь здесь также немножечко как бы такая дуга и уходит в нижнюю челюсть нижняя челюсть достаточно тонкая поэтому и уходит сюда здесь будет уже шея начинаться можно загнуть и кстати говоря шею продолжить вот с этой точки решу и сначала вот такую линию шея будет немножечко как бы такая вот выгнутая вот так даже сильная конечно закрутила ну типа вот так и вниз сюда ну и соответственно вот с этой стороны она тоже так же будет и уходит она в голову голова будет вот здесь вот так голова здесь сверху немножечко вниз и под скосом получается идет верхняя челюсть глаз будет вот в этой части на голова цараптора чем-то похож язык ну и тут зубы у него кстати говоря есть про них тоже не надо забывать здесь смычка и у него перья еще у нее перья еще на этом на голове кстати посмотрела троадона есть в джурасик волт троадон но он там лысый то есть эта птичка там лысая но там она скорее позиционируется как ящерица не как птица как ящерица их можно нарисовать побольше поменьше как хотите и надо еще лап нарисовать вспомнила сами фаланги состоят из нескольких частей они по моему из трех то есть сначала вот эта часть потом это и этот коготь и эту часть тоже также прорисовать снизу я делаю такие как бы насечки или как-то называют на сверху просто практически такая ровная линия идет и еще одну сделаем так и здесь выпирает палец с этой стороны если пальцы не видно то с этой стороны его надо показать что он живет на этой стороне я тут подумала кстати вот это вот эти когти вот этот этот коготь их можно сделать чуть побольше я так понимаю она им имя помогает себе охотиться все теперь убираю лишние линии и буду ее штриховать все лишние линии убрала теперь можно ее и заштриховать что я хочу у нее кстати вот здесь вот я заметила эта часть она светлая здесь и вот тут тоже немножечко светло идет что я хочу я хочу чтобы вот эта часть где черная она была самая темная я ее заштриховую темная часть будет также вот здесь она идет эта часть в голове и вот эти вот перышки они тоже черные я их с одной стороны делаю прямой а с другой стороны немножечко вот так глаз сразу же прорисую эту часть тут у него место будет такое кстати заметила многие не заживу вот здесь вот ямка выемка практически у всех у них прям отличительная особенность какая-то так здесь пока ничего штриховать не буду просто покажу что здесь темная часть так далее вот здесь хочу сделать темная сильно сильно темная также здесь также здесь ну и соответственно лапки здесь также темная часть крылья я хочу вот эти части также под штриховать немножко но не сильно вообще вообще сильно не хочу заштриховывать ничего такого делать покажу что здесь вот мне все-таки на теле есть какие-то шерстью покрыта она покажу что она здесь шерстью вот эту часть хочу заштриховать потемнее здесь еще штриховать так здесь соответственно будет темная часть здесь под лапкой под филийной частью я штрихую потемнее здесь также по штриховую здесь штрихую круговыми движениями потому что все-таки кузико она полукруглая ну короче говоря ой что сопли потекли извиняюсь такой полукруглая как бы она вот эту часть можно заштриховать потемнее именно штрихую как бы ничего такого особенно не шерсти ничего не наношу просто штрихую этого ну и вот здесь надо будет показать что хвост все-таки он есть и он никуда не делся хочу его сделать потемнее вот эту часть штрихую сначала одну сторону потом снизу поштриховывающие мягкий карандаш который поможет мне сделать темные линии дабы не тратить карандаш 2b например ну и действую закону все что ближе к нам больше все что дальше от нас то меньше то есть вот середина хвоста все что дальше меньше все что ближе можно пожирнее нарисовать и немножечко поштриховать хвостик чтобы он был потемнее теперь беру карандаш 7b он мне поможет сделать просто темные линии боковой части буду поштриховывать вдруг я косяк ну и это можно будет потом легко убрать ну вот так вот мне нравится больше здесь можно немножко поштриховать или вот такой вот динозавр у меня получился обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите какого динозавра еще нарисовать не забывайте нажимать на колокольчик чтобы приходили уведомления всем спасибо за просмотр всем пока пока и